О голландской марке Spiker многие, разумеется, успели забыть. Что неудивительно, об этом бренде не было ни слуху, ни духу больше пяти лет. И вот неожиданное известие. Spiker не просто будет жить, а возродиться на средства меценатов из России. Так воскрешением известного производителя суперкаров займутся российские бизнесмены Борис Ротенберг и Михаил Песес. Ротенберг владеет командой SMP Racing и компанией BR Engineering. А Песес инжиниринговой и дизайнерской фирмами. В ближайших планах внезапно ожившего Spiker возобновление выпуска автомобилей и разработка новых моделей, включая люксовый кроссовер. Также голландцы всерьез планируют вернуться на автоспортивную арену. И это как раз может случиться быстрее всего. Заднеприводный гиперкар на углепластиковом каркасе и с подъемными дверями типа крылочайки нет, это не будущий спайкер, а китайский хунци. Марка, которая знаменита лимузинами для китайской партийной элиты, вдруг решила реализовать такой проект. Подробностей почти нет, но пекинская пресса разузнала, что каждый экземпляр будет стоить под полтора миллиона долларов. И разгоняться до сотни сможет за пару секунд. Что неудивительно, учитывая мощность под полторы тысячи сил. Год назад прототип эффектной двухдверки показывали на автосалоне во Франкфурте. И уже тогда обеспеченные китайцы были готовы потратить свои юани на местный аналог Бугатти Верон. Из мира высоких скоростей во вселенную практичных машин. Когда Volkswagen показал обновленный мультивэн серии 6.1, сомнений не оставалось. Шестому поколению коммерческих фургонов и микроавтобусов придется жить долго. И это так. Сворачивать выпуск этих машин никто не собирается. Однако, со следующего года ветерану придется потесниться. Ведь конвейер, где собирают Т-6, прямо сейчас модернизируют для сборки следующего мультивэна. Об этом факте Volkswagen говорит совершенно открыто. С 2021 года на нескольких линиях будут одновременно производиться модели поколения Т-6.4 и их преемники, сообщает опубликованный пресс-релиз. Также немцы вовсю работают над серийным воплощением концепта ID-Bus. Это будет чистый электрический однообъемник, который станет на конвейер не раньше 2022 года.